МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Героизм. Что это? Обыкновенное свойство человека, которое, допустим, проявляется в стрессовой ситуации? Или черта необыкновенных людей? Своего рода штамп предназначения помогать людям, спасать жизни? Какова природа героизма? Что это? Бесстрашие? Сочувствие? Самопожертвование? Но все это вопросы из разряда поиска смысла бытия. Героизм, он непредсказуем, точно так же, как непредсказуема природа. 24 сентября 2014 года для города Еськ Краснодарского края стало днем, когда разгул стихии обрушил на этот курортный город всю мощь непредсказуемой катастрофы. Словно не удовлетворившись разрушениями, нанесенными небывалым ветром, ее величество природа преподнесло жителям новое испытание – нагонную волну. Для множества людей, спрятавшихся от смертельного урагана в единственном возможном укрытии – собственном доме, родные стены стали ловушкой. Вода пребывала ежеминутно, дороги улицы, дворы домов и так заваленные буреломом теперь еще и оказались затопленными. Путей спасения не оставалось совсем, как и надежды на собственные силы. Внезапная природная катастрофа в очередной раз, без особого труда, смогла застигнуть человечество врасплох. А вы замечали, что мы живем в мире случайностей? Предсказуемость событийного ряда окружающего нас мира – это лишь фикция. Все попытки человека предугадать поведение от природы, а уж тем более время, место и масштабы катастрофы, неумолимо проваливаются. Точного сценария любого стихийного бедствия не существует. Мы не защищены, но благо некоторые из нас все же знают, что противопоставить внезапной катастрофе. Героизм очевидно. С момента начала наводнения и до того, как вода уже начала проникать в дома людей, прошло не больше четверти часа. Паника жителей Ейска раскалила до Красна телефонную линию службы спасения МЧС. Но служба уже начала свою работу. Расчет 38-й пожарной части Ейска – первый же крик о помощи принимали уже на колесах. Автомобиль огнеборцев мчался на помощь людям. Мы поехали туда первые, так как мы на смене находились, как раз наша смена была. Пожарный автомобиль уверенно справлялся с несвойственной ему задачей. По кабину в воде, пробираясь к домам, оказавшимся во власти стихии. Рация непрерывно передавала все новые и новые адреса, где люди нуждались в помощи. Выбирать пути отхода было просто некогда. Если не справлялась машина, справлялся человек. Очень много было адресов, не везде могла техника пройти, где-то вброд проходили. Оказавшись в эпицентре стихийного бедствия, собственными глазами видя страшную картину наводнения, сотрудники МЧС уже сами сделали выбор. Первым делом спасать тех, чьей жизни в первую очередь угрожает опасность. Первым делом мы ближайшие улицы к морю эвакуировали. Здесь вода доходила до плеч огнеборцев. Спасение людей из каждого затопленного дома давалось с огромным трудом. Потоки воды сбивали с ног, проплывающие деревья, мусор мешали передвижению, а каждая закрытая дверь оказывалась непреодолимой преградой. Но сотрудники МЧС продолжали выполнять свое предназначение. Спасать человеческие жизни. Вынесли там кого на руках, кого на плечах, там где-то. Многие из тех, кому очевидно нужна была помощь, все же не решались оставлять свои дома, освобождая тем самым места в пожарной машине для тех, кто не готов был рисковать жизнью ради нажитого. Были напуганы, многие даже и не уходили, не хотели бросать свои дома. Как только машина заполнялась, пожарные отвозили спасенных к пункту эвакуации и вновь спешили к тем, кто взывал о помощи. Поступали вызова на пульт, и мы по этим адресам ездили, помогали людям. Этот день спасения длился бесконечно долго. Но каждый новый человек, вытащенный бригадой 38-й пожарной части из воды, словно придавал сил сотрудникам МЧС. Не было ни усталости, ни мыслей об отдыхе, только одно желание – помочь всем. Спасали всех, кто даже там пешком сами выходили, цеплялись на машину. Как могли, так и помогали. И смогли помочь действительно многим. Люди в форме, ведомые ничем иным, как собственной отвагой, в тот день смогли опровергнуть стереотип обывателя, что стихия пожарного – это огонь. Десятки людей в день страшного наводнения убедились. У героя может быть только одна профессия – спасатель в любой ситуации. Пожарный. Ни у кого из нас не возникает сомнений, что этот человек отважный. Но у нас у обычных людей и в голове не укладывается, как можно жить, сознавая, что каждую минуту ты можешь оказаться в всепоглощающей стихии огня. И должен будешь рисковать собственной жизнью. Но пожарный, спасающий людей из воды – это нонсенс. Это именно то, что позволяет этой истории спасения стать необыкновенной. А пожарным, которые вдруг стали спасателями на водах, позволяют носить имя героя. На рацию 38-й пожарной части Ейска поступило сообщение, что люди нуждаются в помощи в той части города, где подтопления не было как такового. Прибыли на адрес, когда подъехали к улице, там было сухо. Но у спасателей не возникло даже мысли повернуть назад. Их дело прежде всего проверить, убедиться, что людям ничего не угрожает. Именно эта ответственность сотрудников МЧС дала троим детям и двум женщинам шанс на спасение. Подъехали уже ближе к дому, начали смотреть во двор, а там во дворе уже была воды по пояс. Находящийся в низине дом оказался в плену воды. Они вот оказались там, что во дворе погруют воды, и они не могли выйти на самом деле. Спасатели, не задумываясь ни секунду, пошли на помощь вброд. Они знали, в тонущем доме трое маленьких детей. Зашли, и там действительно было три ребенка, женщина и бабушка. В разрушенном затопленном доме сотрудники МЧС первым делом посадили на плечи детей. И аккуратно, уже боясь оступиться, доставили их в пожарную машину. Боялись, конечно, за детей. Выйти они не могли издумать никак. Сквозь плач испуганных детей пожарные различили только два слова «больная бабушка». Лишь снова оказавшись в доме, им стало ясно – пожилую женщину нужно эвакуировать всем вместе и немедленно. Для профессионалов, пусть даже и огнеборцев, решение вопроса, как выносить парализованную женщину, никто не искал. Для них ответ был очевиден – на лестнице, на вытянутых руках. Бабушка, она была парализована, рожали ее на лестнице и выносили лестницу. Еще одна семья спасена. Отвага, ответственность и чувство долга – вот те черты, которые проявили герои 38-й пожарной части города Ейска. Можно ли назвать спасателя обыкновенным героем? Ведь для него это фактически является профессией. Для человека гражданского даже попытка спасти ближнего может быть названа геройским поступком, подвигом. Но риск сотрудника МЧС – это же ежедневный подвиг. Давайте четко определим. Спаситель – это человек, который единовременно принял решение спасти человеческую жизнь. Он, несомненно, герой. А спасатель – это как раз тот, кто раз и навсегда принял решение не щадить себя для спасения наших с вами жизней. Его профессия – героизм. В тот день огнеборцам 38-й пожарной части было суждено и действовать в рамках своей непосредственной задачи – тушить пожар. Именно эта бригада пришла на помощь 148-й пожарной части, обнаружившей возгорание в утонувшем городе. Именно в тот день природа явила всем пожарным Ейска тяжелый урок мужества, который они прошли за стоинством. И огонь и вода при невозможности контроля несут абсолютно одинаковую угрозу. Что там неконтролируемое горение, что тут, что там страшно, что там страшно. С абсолютно одинаковым уровнем страха спасатель идет и в огонь и воду – это их долг спасать людей. И они считают вторичным то, что на это способен только герой. Нет, никакой разницы, что горящего дома, а что там, что там присутствует страх, все равно. Страх – это именно то, что обязан переступить каждый, прежде чем сможет носить гордое имя героя. Именно страх становится на пути спасения многих человеческих жизней. Но контрастируя именно с ним, скромность и отвага в обычном человеке проявляет незримые черты героя. Мы не считали, что это поступок такой героический, как бы мы просто сделали свою работу и все. Но именно опыт работы по спасению человеческих жизней для людей, одинаково уверенно шагающих и в огонь и воду, показывает, что наводнение – это гораздо более страшное событие, нежели чем пожар. Меньше людей страдает. А это все-таки топит много людей. Для многих сотрудников МЧС это страшное наводнение в Ейске не было тем, что в кругу спасателей принято называть крещением водой. Многие из них были ликвидаторами последствий катастрофы в Крымске. Ну, для нас-то это не первый раз уже в Крымске бывали. Да, именно они занимались поисковыми работами, откачивали воду, разбирали завалы после наводнения в Крымске. Можно ли сомневаться, что для них не существует чужой беды? Очевидно, они протянут руку помощи любому. Не обязательно даже просить. Вы когда-нибудь задумывались о том, что будете делать, если услышите вдруг крик о помощи? Броситесь помогать? А если это будет значить для вас смертельный риск? Вы уже сделали этот выбор? Знаете? А спасатели этот выбор уже сделали? Нам, обычным людям, даже сложно понять, каково это жить и каждую секунду сознавать ответственность за жизнь каждого, кому только может понадобиться помощь. Не это ли истинный героизм? Какова цель человека, посвятившего себя профессии спасателя? Уж точно не зарабатывание денег и не попытка снискать всеобщего признания и славы. Рискуя собой, сотрудник МЧС просто выполняет свою работу. И наша благодарность – это единственное, что может тронуть сердце истинного героя до глубины. Приятно было, что остался замеченным этот поступок. Антология любой катастрофы по своей сути опровергает даже теоретическую возможность предсказуемости природы. Превращая спокойные города в места стихийного бедствия, а людей в заложников своих капризов, природа все же иногда отступает, не забрав ни одной человеческой жизни. Так было и в Ейске. Человечество смогло противопоставить непредсказуемой природе, действительно ставшей уже предсказуемым героизм. Отвагу людей в погонах, сотрудников МЧС, тех, для кого спасение человека – это профессия, а для нас очень часто надежда на жизнь. Сегодняшняя история о героях 38-й пожарной части Ейска – это лишь маленькая толика тех подвигов, которые совершили спасатели во имя спасения наших с вами жизней. Рискуя собой, благосостоянием и счастьем своих семей, независимо от масштабов катастрофы, они выполняют свою работу. Их профессия – героизм. Это была программа «Обыкновенные герои». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok